Так, добрый день, дорогие зрители. Сегодня такой монолог хочу произнести на тему, что в каком возрасте бы ты ни был, всегда нужно оставаться ребёнком, потому что нужно быть в детстве всегда, потому что в детстве намного интереснее, чем быть взрослым. Я это понял давно, потому что в детстве каждая покупка, каждый праздник было всегда чем-то таким, действительно, праздником, каким-то вот событием, которое тебя радовало, но с возрастом, со временем всё это пропадает, и теряются вот эти вот краски, которые были в детстве, то есть вещи покупаешь, они тебя уже не радуют, то есть вещи уже становятся как обыденность, а в детстве были даже вот там те же кроссовки, да, там та же куртка, то есть всё было как праздник. Нужно всегда быть оставаться ребёнком, потому что ребёнком быть намного интереснее. интереснее там, допустим, какие-то новые вещи узнать. Ну, взрослым ты узнал новые вещи, думаешь, ну ладно, ну чё, ну а чем больше удивить, да, ребёнком ты удивлялся, думал, хрена себе какая-то эта фигня. То есть, ну вот всё в таком духе, что, ну, хотя бы часть детства нужно в себе сохранять, потому что так интереснее жить. Сейчас, может быть, отчасти это забивается, то есть там работа, вот эта вся бытовуха, она может как-то, ну, может уже мировоззрение отчасти меняется, то есть ты становишься более таким забитым, угрюмым, тебе уже как-то новое, ну, новое уже не с таким интересом открывается, как вот именно в детстве. Хочется просто действительно вот раньше Новый год, да, взять Новый год, допустим, в лет 15, да, я помню, вот действительно было прям какое-то ощущение празднества, то есть талика вот было вот этой вот новогоднего настроения, там петарды, все вот эти вот ёлки, всё это интересно, но сейчас, сейчас, сейчас в таком возрасте Новый год, это как просто выходной, то есть выходной, как небольшой выходной, там 4-5 дней ты на выходные пришёл, всё, то есть никакого празднества нет, то есть и так, я поздравляю, чем старше, тем меньше этого чувства празднества, любого праздника, не важно, день рождения, Новый год, там, ещё что-то, то есть, возможно, есть одно чувство, старший возраст, это чувство, когда у тебя появляется ребёнок, то есть это вот, скорее всего, единственное положительное чувство, которое ты будешь действительно отмечать как яркое событие, то есть если ты там загадал ребёнка, да, допустим, вот, действительно ты его будешь ждать, а всё остальное, это вообще херня, мне кажется, то есть уже ни одна вещь тебя не будет радуть, так что посыл данного монолога в том, что просто нужно оставаться ребёнком, да, хотя бы какую-то часть сохранять вот этого ребячества, потому что быть взрослым, это настолько скучно и нудно, что я ему, маму рот и вот топтал, короче, вот. Вот, и ещё хотел сказать, что да, и вот всё равно даже вот, вот видите, да, серая погода на улице, всё равно раньше, в детстве она воспринималась как, ну, погода и погода, да, а вот, заметил, чем старше, тем вот она как-то всё депрессивнее, депрессивнее, вот эта вот серость, да, вот, так что будьте детьми, там, даже если вам, там, 70-60, всё равно долю вот этого детства нужно сохранять, потому что без неё неинтересно жить, без неё всё становится серым, скучным, каким-то, каким-то вообще неинтересным, ну, а вот в детстве было действительно всё интересно, в детстве каждая монета, каждый фантик казался каким-то новым приключением, открытием, а сейчас всё вообще хрень собачья, вот, и, возможно, в 60 лет, там, да, действительно уже вообще ничего радовать не будет, так что мой совет, будьте детьми, хотя бы немного.